Пока у нас тут остается время Надо еще 13 минут походить Вот меня заинтересовал случай И у меня были случаи С сахарным диабетом первого типа У детей У детей, причем раннего возраста Смотрите, вот я разобрал примерно две причины Первая Удар Вот в результате В результате игры Бывает так, что ребенок упадет И упадет на животик, ударится сильно Либо там Кто-нибудь пнет в район живота Именно в район пупка Где находится Поджелудочная железа От удара возникает спазм И вот этот вот спазм Страшное дело То есть возникший спазм От боли То есть болевой спазм От удара Приводит к тому, что спазмируются Протоки поджелудочной железы Что там получается Может не выходить поджелудочный сок То есть это явление может приобрести застойный характер Значит может не выходить поджелудочный сок Может возникнуть Недостаточная подача крови К поджелудочной железе Все это ведет к тому Что начинается либо разрушение клеток Либо их увядание В результате вот этого вот спазма В данном случае от удара От боли Которая возникла от удара Спазм Все Ну если он продержался какое-то там время И У разных У разных людей все это происходит по-разному Но тут у какой-то части Насколько я так могу судить Возникают вот эти вот явления И у ребенка В результате спазма И последующего отмирания Клеток Поджелудочной железы Возникает Сахарный диабет Первого типа То есть вот ребенок родился Вот он здоровый Вот она ничего не то-же-то А потом трах-бах На тебе Сахарный диабет Поджелудочная железа Отмирнула Ничего не можем сделать Колим инсулин Это один момент Следующий момент Это Эмоциональное Сосредоточение На Своих переживаниях Опять таки Ребенку Три Четыре Пять Там шесть лет Все здоровые Все нормальные Все хорошо Бегает Ничем не болеет Ну вот родители Начали Ссориться Между собой Ссориться На глазах Это происходит У ребенка Либо ребенок Слышит И он Начинает Переживать Как правило Все эти переживания Когда кто-то Переживает Они Сосредотачиваются В районе Центра тела В районе Центра тела У нас как раз Поджелудочная Железа В результате Переживаний Вот это вот Эмоциональное Эмоциональные Вот эти вот Переживания Ведут к тому Что Начинается Спазм От Переживаний И далее Все так же Начинает Развиваться Как и в первом Случае Спазм Ведет к тому Что Клетки Недостаточно Поджелудочной Железы Получают Питание И не начинает Просто-напросто Увидать Либо же Если там Зажимаются Сосуды Протоки Поджелудочной Железы И секрет Не выходит Он уже Начинает Так же Агрессивно Действовать На На клетки Их порождающие И Разрушать Их Значит Две Причины Спазм От боли Которая Возникает Во время Удара В эту Область От падения Или Ну короче От удара И спазм Который Возникает От Переживаний Ребенок Что-то Видит Впечатлительный Переживает Все Это у него Тут Зажимается И Это ведет К тому Что Возникает Сахарный диабет Первого Типа У ребенка И Здесь Следует Отметить Второго Типа Это Недостаточность И Этой Недостаточности Как правило У детей Не возникает Недостаточность Возникает Вот То есть Диабет Развивается По Второму Типу Только У людей Которые Уже Перебирают Что-то Там С пищей Мало Двигаются То есть Это Нажимное Дело В результате Образа Жизни Когда они Наживают Себе Образом Жизни Неправильным В течение Нескольких Там Лет Десятков Лет Эту Недостаточность И она Легко Компенсируется Если человек Начинает Правильно Питаться Выполняет Достаточно Физической Нагрузки Что Позволяет Нормализовать Работу Организма У Ребенка Такого Нету У ребенка Именно Развивается По первому Типу Трах-бах И все Поэтому Очень важно Следить За эмоциональным Настроем Ребенка Чтоб Этого Там Не случилось Затем Чтобы Вот такие Какие-то Знаете Шалости Не были С возможным Допустим Ребенок Качается На качелях А другой Тут Подошел К этим Качелям И получил Удар В живот Ну И Другие Подобные Там Вещи И Шалости Вот За этим Надо Следить И Если Вот У вас На глазах Случился Вот Подобный Там Удар В область Живота Важно Нормализовать Кровообращение То есть Быстренько Снять Вот эту Боль Потереть Растереть Доброе здоровье Потереть Растереть Чтобы Восстановить Кровообращение Как-то там Погреть Возможно Даже Чтоб Чтоб не было Застоя Спазма Кстати Вот эти Все Возможно Вы Знаете Инсульт Особенно Инсульт Чем Быстрее Начинаются Мероприятия По нормализации Кровообращения Как-то там Двигается Еще там Вдвижение Там Пассивное Что-то там Такое Делается Тем Легче Он Переносится Если же Какое-то Время Человек Полежал Вот в этом С инсультом То Как правило Происходит Отмирание Той части Мозга Которая Руководит За определенными Действиями И человек Может навсегда Этого Лишиться А когда Это все Сразу Еще не успело Отмереть Этот участок Мозга То То Все это Быстренько Возвращается То есть Нормализовать Все эти вещи Вот Такие мысли Меня Посетили Сегодня Опять-таки Не рецепты А Раскрытие Механизмов Действия И Принятие На основе Знания Этих Механизмов Действия Уже Тех Или иных Действий По нормализации Четыре Четыре километра Прошел Уже Паутинки Полетели На камере Висят Так Ну Осталось Три минутки Доходить Доходить И дохожу Как-то Надо Все-таки На рыбалку Съездить То ли Тут Еще Попробовать То ли В Астрахань Все Какие-то Знаете Можно Отбросить Какие-то Там Заботы Которые Тут Которые Да Можно Доброе здоровье Ну давайте Как вы будете Фотографироваться Могу снять Чтоб у меня Нагнували Да Папачки Все Спасибо Слышь Ребята Смотрите Меня на ютубе Малахов Геннадий Набирайте И вы можете Себе увидеть Можете Тысячу Семьсот Видосов Там На различные Темы Ну Счастливо Успехов вам Спасибо Я сам С соревнований Приехал Из Крыма Стал Чемпионом Среди ветеранов По гиревому спорту Скоро в газете Пается Давайте Да Успехов вам Здоровья Вот Вот доставить Радость Решили Сняться Хорошо Что не побили И вот Знаете Вот раньше Допустим Кто-то Что-то Подбежал Ты боишься Ой А вдруг Он что-то там Скажет Вдруг Он что-то там Это Сделает Там Такое А как Ты будешь Внутри Эмоции Эмоции Напряжение Вот Именно Ты чувствуешь Что Внутри Нет Потому что Та же школа Выходишь К доске Там А что Как Отвечать Даже Зная Материал Любой Ребенок Начинает Как-то На это Все Реагировать Реагирует Внутренним Напряжением Ну вот Такой У нас Разговорчик Получился Вы зашли На мой канал Малахов Про Канал Имеет Несколько Направлений Которые Отражены В соответствующих Плейлистах Целебная Кулинария Рассказывает О том Как Продукты Питания Можно Использовать Для лечения И укрепления Собственного Организма Природная Косметика Как С помощью Естественных Продуктов От Матушки Природы Сохранить Свою Красоту Долгие Годы Лунный Цикл И Народные Приметы Каждый День Несет Свою Особую Энергетику И Особенности Которые Надо Правильно Использовать Чтобы Преуспеть В жизни Библиотека Здесь Вы можете Бесплатно Посетить Написанную Мной Авторскую Библиотеку Здорового Образа Жизни И узнать Как Работают Те Или Иные Средства Оздоровления А Также Разработать Свою Собственную Систему Оздоровления И Что Важно Задать Интересующий Вас Вопрос И Кроме Указанного Посмотреть Другие Плейлисты В которых Я Рассказываю О своем Опыте